Почетное третье место заняла футбольная команда Ингу Магас на прошедшем чемпионате ЮФО СКФО. По итогам третьего дивизиона игроки продемонстрировали высокие навыки владения мячом, забили множество голов, в ярких матчах показали командный дух. Расслабляться футболисты не намерены. Впереди очередной сезон. Достижение футболистов отметило руководство ВУЗа. В прошедшем чемпионате ЮФО СКФО команда столицы региона Ингу Магас показала очень яркий и скоростной футбол. Благодаря сыгранному составу и хорошей тренерской работе, Магасовский коллектив добился положительных результатов в большинстве матчей. К примеру, яркая домашняя победа над астраханской командой «Волгарь» с общим счетом 4-1. По итогу, в сезоне 2019 Магасовский коллектив одержал 80% побед, благодаря чему завоевал бронзу в третьем по силе дивизионе страны. Подвести итог прошедшего сезона, обсудить грядущий чемпионат и, конечно же, наградить спортсменов за отличную работу. С такой целью в зале собрались все футболисты Ингу и тренерский состав. Главный тренер Тимур Зангиев отмечает высокий уровень выступления своих подопечных. В упорной борьбе было добыто, это третье место было добыто, поэтому была группа, в прошлом году мы стали чемпионами, но мне кажется, что она была слабее по уровню соперников группа, а в этом году зона была сильнее. Поэтому в этой нелегкой борьбе мы заняли третье место, поэтому в первую очередь хочется поблагодарить футболистов, из всех тех, кто был участвован в этом результате для Лесов. В составе команды немало отличных игроков. Есть футболисты, которые особенно отличились в прошедшем первенстве. Зелимхан Ахкильгов стал лучшим нападающим и по совместительству лучшим бомбардиром чемпионата. Благодаря его усилиям команда заработала немало очков. А сам Зелимхан скромно отмечает общекомандную хорошую игру. Я бы один сам не добился этого. Благодаря команде, тренерам, болельщикам мы всего этого добились. Третье место в столь конкурентной лиге – отличный показатель. Но футболисты результатом не очень довольны, если вспомнить, что в 2018-м Магасовский коллектив становился чемпионом. В прошлом сезоне конкуренция была на порядок выше. Однако футболисты смогли удержать планку выступлений. Призовое место, значит, сезон можно назвать оплодотворным. И ребята очень хорошо играли в прошлом году, так что место заслуженное. Самый сложный матч – это, конечно, выездные. Нас поддерживают болельщики дома играть гораздо легче. Выездные матчи были сложные. В Чечне мы проиграли 3-2. Ушили очень хорошая команда, которая заняла второе место. В гостях мы играли с победителем Ростовом. Там мы сыграли в ничью без голевую, но это был, наверное, один из самых лучших матчей. Почему-то ребята выложились на 100%. Следующий сезон может стать еще более конкурентным и зрелищным. Российский футбольный союз планирует внести поправки, что приведет к новому регламенту третьего дивизиона. Есть разные проекты. Один из проектов, который повысит уровень третьего дивизиона, потому что, как говорится, будет создана из пяти лих ПФЛ, будет создана одна в размере 20 где-то команд. Соответственно, все остальные команды, которые не попадут в зону Ю, будут переведены в третий дивизион. Соответственно, команд будет на порядок больше, и, соответственно, и борьба будет на порядок выше. Так что будем ждать. Вот 13 числа мы узнаем, какая будет инфраструктура футбола в России. Впереди у команды усиленные тренировки и новый сезон. Спортсмены намерены реваншировать все неудачные встречи и вернуть чемпионство в Ингушетию. Идрис Ижиев, Магомед Белакин.